Последнее время я тут написал, тут много чего, но мы сейчас найдем и на то. Во-первых, я хочу прочитать, я уже пишу в другую сторону, видишь, этот альбом у меня сел в ту сторону, а теперь у меня с 15-го года этот альбом идет. Где же у меня это все это, где же, а, чёрт тут, когда надо, нету, сейчас буду искать. Ну ничего, ты потом все это выбросишь. Режиссер смонтирует, а? Режиссер смонтирует. Не, ну, не, ну, конечно, это объем уже, оно занимает. Ну, господин, ты знаешь, я, ты знаешь, я ведь говорю, я вот из этих кусочков вообще, я же шикарное видео потом получается, когда вот такие вот перебивки такие, это, не знаю. Понимаешь, потому что мы на самом деле снимаем, а ведь жизнь, она интереснее сама жизнь, потому что мы пытаемся как-то все сделать, как-то убрать там лишнее, а на самом деле вот это излишнее, из этого мусора состоит, ну, я мусор имею в виду так, как он функционный, из него жизнь состоит. Он даже является более главным, более основным в нашей жизни. Вот, ну, ладно, Максим, давай. Я, я вот не могу найти этот хвост. Ты про девушку хотел какую-то. Да, да, да. Вот это недавно я... Ты влюбился в девушку, я понял. Ну, я не влюбился, но... Влюбился. Вроде ты влюбился, я понял, что ты влюбился. Я бы хотел, чтобы она видела вот это вот сейчас. А, вот увидит. Увидит. Как ее зовут-то? Сейчас. Вот. Издавод замечательный. Ну, я был в доме книги, смотрел замечательную литературу, которую там предлагают, и сокрушался, что много книг, которые, в общем, невозможно купить. Цена большая и количество большое, поэтому рядом оказалась очень симпатичная девушка восточного плана, высокая, встроенная. И я посетовал ей, что книг много, денег мало, и слово за слово мы с ней договорились, так и сговорились пообщаться. Она мне просто сообщила свое имя. Ну, после, так сказать, мы когда с ней расстались, я написал стихотворение вот подобное. Оно называется гельжанат. Это имя означает райский цветок. Ну, вот эпиграф такой мой собственный. Как выглядит цветок из рая? Она сказала мне, не знаю, как показать должна была бы на себя. Ну, вот такое створение. Сегодня встретил я цветок из рая. Она стояла, запах книг вдыхая. И имя ей всего лишь гельжанат. Признаться, я знакомству рад. И ей я предложил всего лишь ограбление. Сюжет. Чем вызвал у нее недоумение. Такая масса книг, не хватит денег. И прочитать не хватит жизни. Вот оживи, привыкнув к горизне, что прочитал не все. И преклонив колено, я предложил лишь номерами обменяться. Потом пришлось раздороваться. Родик, я пару слов хочу сказать. Мама Есенина, она ведь умерла в 60-х годах. Она пережила намного самого сына своего. Я недавно посмотрел, записанного по телевидению показывали. И она рассказывала о сыне, что Сережа Есенин очень много считал. И ты знаешь, как судьба у него сложилась? Он же работал у Сытина. Издатель Сытина работал. Сытин, в основном благодаря Сытину он вырос там. А Сытин, ну ты знаешь, чем он слабен, Сытин. Мне повезло, я с правонком Сытином давно уже умер. Он капитан первого ранга. Он рассказывал. Я тогда два слова об этом хочу сказать. Тоже очень важно. Ты знаешь, что Сытин-то не уезжал за границу. Он остался. Переворот принял. Как революцию вообще. Он тоже был. То есть революция, она там... Время было. Ты тоже родился уже после. Ты понимаешь? Даже ты уже после. А кто знал, наверное, чего он будет. Да. И вот сейчас я сейчас и договорю. Сытин же делал избы читания. Специально для того, чтобы культуру поднять. Вот эти дешевые книжки сдавал. И вот мне внук его рассказывает, Сытина рассказывал, что Сытина. Ему сначала дом оставили. У него целый дом в Питере здесь был. Целый дом был. Через два-три года отобрали, оставили один этаж. Потом отобрали. Осталась квартира, а потом комната. И потом ты меня нашел. Боже мой! А что же мы наделали? Понимаешь, что же мы наделали? И только после этого... И вот Серёжа Есенин у него у Сытина. Он у него в 37-м году даже лишили жизни. Возможно. Да, примерно где-то в это время его и не стало. Он как раз его внук рассказывал. В 36-й, 37-й год. Примерно так, да. У меня прямо внук его рассказывал. Он же на коленях у него сидел. Как говорится, за что боролись. Да, за что боролись, на то и напоролись. Ну, боролись-то не за это. Так, ну давай ещё что-нибудь запишите. Такой должен был быть. У тебя ещё и музыки нет. Но, может быть, и будет. Двадцать-двадцать. Нечего стесняться. Двадцать-двадцать. Нечего рыдать. Двадцать-двадцать. Всех зовём купаться. В новогодней слякоти. Эх, как её унять. Двадцать-двадцать. Славный год приходит. Двадцать-двадцать. Что он нам несёт? Двадцать-двадцать. Молодость уходит. Юность, как известно. Счастье нам несёт. Да. Да. Всё. Ещё одно было поздравление. Не поздравление, а стихотворение. Я всегда пишу под Новый год. Пытаюсь писать стихи. Ну, в этот раз тоже написал стихотворение под названием «Гольфстрим». Ну, что за Новый год без снега? Мы непрестанно говорим. Отвит нам Альфа и Омега. Когда ж вернётся к нам Гольфстрим? Вернись, Гольфстрим, на наше побережье. Верни нам счастье и тепло. Вдохни любовь нас, как и прежде. И дай нам снежный Новый год. Мы знаем. Твой оттол разрушен. Кораллы уничтожены твои. Ну, знай же ты, что ты нам очень нужен. И над тобой всегда идут бои. А над тобой гремят сражения, добра и зла, ничтожные суеты. И портят воздух извержения. Над них, наверное, прячешься и ты. А то тепло, что нам предназначалось, воруют недруги у нас. И мы летим туда, где начинались твои вращения Средь коралей их масс. И видим мы зверюга многомордый. Кораллы наши непрестанно жрёт. А тут рождался наш торпедный зал. Наш гордый. Зверюга это просто пусть с лица земли. Смотри. Ну, Родик, я под камеру скажу тебе. Мы сейчас на машине когда ехали. Ну, к тебе сюда. Подъезжаем к мосту. Льда нет. Парень идёт. Рыбу ловит. На блесну. Ты представляешь? Новый год. На блесну. Забрасывает. На блесну. Какой рыбу ловит. Судака, наверное. На Неве. У моста. На блесну ходит рыбу ловит. Вот такой Новый год. Представляешь? Ну, ладно. Ну, ничего. А стихи как раз этому все мои посвящены. Да. Да. Я нормально. Записали. Я это опубликую. Все сделаю. Это приятно. Спасибо, что нас не выгнал. Ну, за счёт. Ну, потому что, ну, должны. А мы должны были к тебе заехать. Не, подожди. Я ещё хочу. Да. А, ну, давай. Там какие стихи он ко мне написаны. Смотри. Вот. Я хочу ещё продемонстрировать свою любимую фигурку, фигурку. Да. Которую в этот раз привёз из Штатов. Это Ариса. Угу. И она читает, сидит и читает сказку Льюиса Карла. Видишь? На каком языке это там? На английском. На английском. А, я не уверен. Там просто мелкая. Вот такая вот. И сам почему я её, так сказать, сейчас показываю. Угу. Потому что тоже недавно встреча у меня была случайная совместия, надо сказать. Угу. Одна из замечательных операторшек, которые там делают всякие работы. Мне кого-то там напоминало. Я подошёл к ним, познакомились, поговорили. А потом, когда приехал домой, вспомнил, на эту фигурку посмотрел и вспомнил, что она мне именно напоминала вот эту вот. И, кстати, её, эту замечательную девушку, зовут Алиса. Ну вот. Ну да, ты её, Алиса. Такое совпадение. Вау, всё. Всех поздравляю. Да, классно, классно. Подойди туда, и сейчас я сниму на фоне вот этого царства, вот этого царства. Вот как его? А это называется цирк. Цирк-то, цирк. Вот. Это одна из моих коллекций. Ну да. Сказка-сказка-сказка. Где я использую всякие фигурки, животные. Ну да. А, ты их сам туда уже? Ты сам туда поместил просто? Ну да, конечно. А, ну ясно. Вот. Видишь там? Ну да. Умница. Видишь вот? Да, да. Да.